Сергей Сараханов, он сам все про себя расскажет. Спасибо, Руслан. Итак, доброе утро, друзья. Я рад вас всех здесь видеть. Я к вам не очень надолго. У вас сегодня впереди большая, напряженная, интересная программа. Вы сегодня будете много разговаривать, как я понимаю, про бизнес, про все остальное. Поэтому я позволю себе говорить не об этом. Я занимаюсь портретной фотографией, я занимаюсь этим в контексте журналов, я занимаюсь этим в контексте работы с различными творческими людьми. Какие-то из моих работ вы могли видеть на афишах, афишах Пятницы, афишах Сансея, афишах Сергея Бабкина, афишах различных спектаклей, которые проходят в лучших театрах Киева и Украины. И, собственно говоря, я здесь сегодня, потому что я хотел бы немножко рассказать о портретной фотографии. Не знаю, насколько здесь присутствующим это интересно, потому что мое мнение, что здесь больше видеооператоров и режиссеров-операторов, нежели портретных фотографов и фотографов вообще. Но, тем не менее, я готов с вами пообщаться. Об этом обо всем. Большую часть своих работ долгое время я делал исключительно на пленку, на средний формат. И вот в этом году произошла определенная какая-то перемена. У них, естественно, была хорошая зеркалка, это был 5D Mark III. Но, в принципе, эта камера не вызывала у меня ощущение, что можно сделать, чтобы действительно, что могло бы сравниться с пленкой. Вот в этом году тут вот есть стенд Sony, вы его видели. И, в общем-то, именно поэтому я сегодня здесь, потому что Sony попросили меня рассказать о своем опыте работы с их камерами, с которыми я работаю уже с начала года. Поэтому я буду говорить о портретной фотографии немного, о том, как все происходит в моем случае. И не буду рассказывать прям супер-супер-супер много про камеру, но расскажу про то, что мне в ней понравилось, и отвечу на вопросы, если у вас какие-то вопросы возникнут. Покажу некоторые картинки из новых проектов, которые мы сейчас делаем, которые тоже снимались на А7Р2. Для начала пару слов о том, чем я занимаюсь. Я занимаюсь художественной портретной фотографией и стремлюсь, насколько это возможно, интегрировать слово в художественной и интегрировать классические какие-то, в общем-то, каноны портрета в современную портретную фотографию. Это удается, и удается достаточно, в принципе, неплохо, потому что картинки берут в журналы, берут хорошо. И вот немножко я расскажу об этом, потому что сейчас мы с вами живем во время, когда изображения очень часто приближают к чему-то достаточно неживому, к чему-то восковому, к чему-то такому, знаете, очень-очень глянцевому. Я, напротив, с глянцем когда-то давно, естественно, работал, но очень устал от этого дела, и на данный момент стремлюсь максимально оставлять, стараться оставить человека максимально живым, максимально нетронутым, как с точки зрения, скажем так, внешнего вида, так и с точки зрения общего подхода к изображению. Вот, и, собственно говоря, вот немножко об этом мы поговорим. Опять же, я готов, если кому-то будет интересно у вас пообщаться в режиме вопрос-ответ, то есть я думаю, что я оставлю просто какое-то время на это, вы сможете задать вопрос про непосредственно мою работу с Соней, если вам интересно, или про что-то другое, или просто посидеть, помолчать, подождать следующего лектора, если вам будет неинтересно, это тоже нормально, такое бывает. В общем, моя портретная фотография, она начинается всегда с человека. И именно это я ставлю в основу того, чем я занимаюсь. Для меня очень важно, чтобы тот, кто находится перед моей камерой, был мне интересен и вызывал у меня какие-то определенные положительные вибрации внутри, если так можно выразить. И я ставлю в основу фотографии не технику, не определенный какой-то фотоаппарат, не определенную какую-то, скажем так, камеру с какой-то определенной оптикой, а непосредственно человека, который находится, который что-то чувствует, что-то испытывает, живет передо мной в моем кадре. Много работаю с творческими людьми. Это могут быть как актеры, режиссеры, композиторы, музыканты, так и какие-то люди немножко более сложных и других профессий, как, например, там, не знаю, скульпторы или там ландшафтные дизайнеры. То есть кто-то, кто много работает с каким-то определенным материалом, и кто, в общем-то, может и не быть артистом в прямом смысле этого слова, то есть артистичный, такой искрящийся, эмоциональный. Это могут быть достаточно интровертные люди, которые привыкли, допустим, замешивать раствор и долго-долго работать в студии, допустим, да, там, вылепливая и вырезая какую-то определенную скульптуру. И те, и другие, в принципе, то есть люди открытые, экстравертные, люди интровертные, то есть закрытые. Мне одинаково интересно, могу сказать, что с интровертами даже более интересно работать. Вот одну из серий я буду сегодня показывать, это портреты очень хорошего балетного танцора, всемирно известного, который зовут Сергей Полунин. Это украинец, он родился в Виннице, если не ошибаюсь. Он танцевал в лондонском балете и вообще по всему миру. И вот, допустим, это типичный пример человека-интроверта, потому что он раскрывается только когда танцует. И одна из таких ключевых особенностей, да, когда происходит работа, например, это попытка понять, что именно позволит тебе найти контакт с человеком. Если с человеком экстравертным, то есть открытым, как, допустим, вот этот человек, Джулиано Дикабуа, это очень крутой режиссер, театральный и актер. В Киев несколько раз приезжал его театр с гастролями, они выступали здесь. Так вот, если Джулиано весьма открытый человек, он может быть как суровым, так и достаточно теплым и улыбающимся, и там, не знаю, еще каким, но он может быть очень разным. В общем-то, этот человек, он постоянно излучает очень сложный, большой спектр эмоций, поэтому у тебя практически не получаются снимки похожие друг на друга. Ты работаешь с ним, общаешься с ним, снимаешь его, и он постоянно меняется. Так и есть другие люди, например, Полунин, которого я буду показывать чуть позже, который абсолютно спокойный, абсолютно тихий, и работая с ним, ты понимаешь, что тебе нужно избавиться от этой тишины, тебе нужно вывести человека в какое-то состояние, в котором он сможет начать взаимодействовать с окружающей средой. Ты в этом случае будешь работать в более репортажной манере, то есть ты растворишься в этой среде, и растворившись в этой среде, когда он начнет коммуницировать со средой, у тебя получаются какие-то картинки. Поэтому очень часто интервертных людей проще всего постараться запустить в процесс какого-то творчества, которым они занимаются. Гончар будет лепить горшок, художник будет грунтовать холст, например, или накладывать первые какие-то мазки, шеф-повар готовить. Например, шеф-повара — это тоже очень интересные люди, несколько проектов мы с ними делали, творческие, действительно творческие персонажи, и многие весьма закрытые и зажатые. То есть это может быть абсолютно тихий такой француз, вот такой вот, который что-то там копается, копается, там делает какое-то совершенно невероятное блюдо. Поэтому, соответственно, можно сразу сказать, что если ты с экстравертом выходишь на контакт и общаешься, и много разговариваешь, то с экстравертом нужно погрузиться в наблюдение, и насколько это возможно постараться дать ему заниматься своим делом, и насколько это возможно не беспокоить. Вот с этой точки зрения, кстати говоря, у меня вот переворот был в сознании определенный, потому что я много времени снимал на зеркалке, была определенная, как вы понимаете, манера работы зеркальная. То есть ты привык хлопать камерой, ты привык как-то достаточно сильно присутствовать в окружающей среде. Вот когда мы снимали «Полунино», я сейчас покажу картинки, сначала все началось с репетиции. Мы приехали в театр, и долгое достаточно время мы просто наблюдали за этим. И буквально, наверное, час времени на репетиции я старался просто дать ему привыкнуть к моему присутствию. И вот в А7R2 есть такая штука, как полностью беззвучный режим. И ты даже, в общем-то, практически не чувствуешь, как камера снимает. Ты просто нажимаешь на кнопку, ты чувствуешь легкую-легкую-легкую вибрацию внутри камеры руками, и больше ничего. И отчасти я думаю, что это тоже сыграло свою роль, потому что когда каждый раз человек, находящийся в процессе, слышит «шелк», 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 это его очень сильно сбивает. И вот с этой точки зрения, меня очень беззеркалки приятно порадовали, потому что раньше, конечно, я ничего подобного не встречал, по крайней мере на гэнонских камерах. Я знаю, что на Никоне есть режим «Quiet», но он, в общем-то, все равно звучит, насколько я помню. Там такое жужжание происходит, такое определенное. Ну, я не знаю, насколько вы вообще связаны с балетом, друзья. Это не стыдно, но, может быть, кто-то из вас смотрит, изучает балет, кто-то нет. Ну, это, в общем, такой вот хороший парень, который родом из Украины и очень любит Украину. И, в общем-то, у него даже на руке-эффировка герб Украины. Где-то здесь это будет видно. И Наташа. Наташа – это его невеста. Очень интересный человек, который работает с лучшими режиссерами сейчас, в том числе в Голливуде, во всем остальном. И при этом он очень в этом плане такой, знаете, панк по энергетике своей, потому что он очень любит бунтовать. При этом, при всем, он интроверт. То есть он, нельзя сказать, что он очень вот так вот открыт, да, там его душа на распашку. Но вот у него присутствует определенное бунтарство такое в том, что он делает. Что еще можно сказать, да, сразу же. Могу добавить, что мне очень нравятся беззеркальные камеры с точки зрения того, что есть возможность использовать любую оптику. Долгое время достаточно. Я работал на свою первую Соньку, это была А7С. И вот на вот эту вот А7Р2 я работал с помощью мануальной оптики. Это были CASE с Байонетом Контакс Яшика, если вам они знакомы, надеюсь. Это хорошие, очень хорошие CASE, которые стоят порядка 200-300 долларов за линзу. То есть примерно в 2-2,5 раза, а то и в 3 раза дешевле современных мануальных CASE-ских аналогов. С точки зрения оптических качеств я не обнаружил серьезных различий. Я сравнивал с современными CASE-ами. И это один из таких вот серьезных доводов, как мне кажется, по работе с беззеркалками. Потому что если вы любите CASE, как я, а я люблю CASE, это очень крутой вариант. Естественно, короткий рабочий отрезок. То есть вы можете использовать любую оптику от дальномерных камер. Вы можете использовать оптику от BES, вы можете использовать оптику от Context G. Это тоже хорошие и CASE-ы, и, господи, как они называются. Файт Ландер. Файт Ландер есть такая оптика, которая используется на BES. Да, они похожи на лейку по картинке очень сильно. И, в общем-то, ну, мне очень импонирует возможность установить на мою камеру такую оптику. И, как вы знаете, возможно, я надеюсь, вы сталкивались с такой функцией Focus Picking. Она есть в Sony, она есть в других беззеркальных камерах. Меня она поразила полностью, потому что на Canon она появляется только при установке Magic Lantern. И, в общем-то, ну, то есть обычный юзер не может получить эту функцию вот так вот. Все-таки нужно разбираться в том, что такое фонарик, как его использовать. Фокус Picking, если вдруг не сталкивались, коротко скажу, что это функция, позволяющая подсветить определенным цветом зону резкости. Соответственно, брак при работе с Focus Picking составляет примерно, в моем случае, 15-20% с мануальным объективом на открытой диафрагме. Я считаю это хорошим результатом. На пленке у меня примерно такой же брак. Соответственно, потом уже я все-таки купил какую-то автофокусную оптику для нее, потому что мне стало иногда не хватать скорости моего автофокусирования. Но вот до сих пор у меня этот планар 51.4 лежит, и я его в каких-то съемках использую, потому что по картинке он сильно отличается от всего остального. Ну, CES и не CES, на мой взгляд. Ну, эти кадры совсем скоро запустятся. Этот большой проект, это был проект для бренда «Финляндия». Назывался «Тысяча лет неординарности». В рамках этого проекта я снимал неординарных украинцев, живущих как в Украине, так и за пределами страны. Этот проект будет на «Вилледже», этот проект будет активно в «Фейсбуке», через какое-то время совсем небольшое. Так что эти картинки вы еще потом увидите, возможно. Что еще хочется добавить? Хочется добавить, что для меня всегда является крайне важным общение с человеком. И с интровертом или с экстравертом я всегда стараюсь знакомиться заранее. Это мое правило как с точки зрения творческих проектов, которых я делаю очень много, так и с точки зрения коммерческих проектов, которых тоже, в общем, достаточно много. Только при знакомстве с человеком, только после того, как он понял, кто ты такой, и ты понял, кто он такой, на мой взгляд, можно начинать нормально работать, потому что портретная фотография начинается тогда, когда появляются знания друг о друге. В принципе, как мне кажется, нет других алгоритмов по тому, как ты перенесешь в картинку какую-то визуальную информацию о человеке, тебе нужно ее откуда-то взять. Следовательно, эта информация берется, когда ты взаимодействуешь с человеком, когда ты впитываешь его, когда ты интересуешься им. Я не знаю, насколько такой подход применим в вашем случае, потому что коммерческая деятельность такая серьезная, она часто связана с большим количеством съемок, малым количеством свободного времени. Но в моем случае я позволяю себе минимизировать количество коммерческих съемок, чтобы больше общаться с теми людьми, которых я снимаю, чтобы повысить средний уровень результата моей работы. Соответственно, при съемочном общении я часто провожу достаточно много времени, в частности, каких-то известных людей, если есть возможность побыть с ними подольше рядом, я могу просто приходить на репетиции, что-то снимать, что-то не снимать, чтобы просто смотреть, наблюдать, наблюдать за реакциями. Я нахожу что-то интересное, я начинаю видеть что-то интересное, я начинаю замечать какие-то важные нюансы для себя, потом я эти нюансы уже в своей фотографии возобновляю или снимаю их. Ну, то есть сначала идет процесс наблюдения и отмечания каких-то важных деталей. Я занимаюсь также съемкой каких-то коротких роликов полудокументальных и всего остального, и здесь, в общем-то, фотография и документалистика, они в подходе весьма близки. Очень много, на мой взгляд, очень много должно происходить в процессе препродакшена, как с точки зрения разработки локаций, анализа по свету, расстановки световой картины и, возможно, использования каких-то модификаторов либо дополнительных источников света, правильной работе в режимное время, так и набирание правильного материала. Потому что когда вы снимаете какой-то материал, я думаю, что вы все знаете, очень важно, ну, поначалу ты очень много просто набираешь. Ты снимаешь гигантское количество гигабайт информации, потом в них пытаешься продраться. С опытом приходит понимание того, что тебе нужно что-то строго определенное. Ты смотришь на человека, ты уже понимаешь, как ты показываешь, как ты показываешь эту ситуацию, этого героя. Возможно, если мы говорим про свадебные фотографии, какие нюансы, какие акценты есть в паре, с которой ты работаешь. Я предполагаю, что здесь много достаточно свадебных авторов должно быть. Поэтому, соответственно, я ставлю препродакшен вот в прям, когда ты выбрал героя после этого, или герои выбрали тебя, если речь идет о коммерческой фотографии, то следующим очень большим шагом идет именно препродакшен. Чем уникальнее локация, которую ты будешь использовать, чем интереснее, нестандартнее будет, например, то место, где вы там окажетесь, тем интереснее будут картинки. Поэтому я очень часто трачу время на то, чтобы искать локации заранее. Езжу много, смотрю, ищу какие-то уникальные помещения для съемок и все остальное. Потому что, в принципе, понятное дело, что в какой-то городской фотостудии или в каком-то там, опять же, известном городе месте достаточно сложно с ней что-то уникальное. Все равно людей много, снимают много, и картинки, в общем-то, у всех достаточно похожи, на мой взгляд. Поэтому очень много времени уходит на препродакшен. Этому я научился, когда мы работали с различными кинопродакшенами большими, и я наблюдал за работой каких-то прям серьезных дядек, в том числе зарубежных. Это вот прям то, что я для себя вынес и извлек. Что еще? Ну, вот, допустим, могу показать картинки буквально вчера, нет, вру позавчера, снимали новые афиши для группы «Пятница». Думаю, что вы помните такую группу. Надеюсь, по крайней мере. Это достаточно такие еще легкие кадры. Я их еще до конца не разбирал, только чуть-чуть от Lightroom. Ну, вот, что-то подобное скоро будет везде-везде. Тоже снималась на Соньку уже с 55-мм объективом. Вот это 55-1,8. Очень хороший объектив. Как ни странно, всего 5 мм разница с полтинником, но уже объектив такой более портретный. Lightroom очень хорошо цепляет его профиль и вносит коррекцию дисторсии. То есть картинка получается очень ровная, как мне кажется, и очень аккуратная. А главное, что он нереально резкий. Это одна из самых резких линз, с которой я когда-либо работал. Отдельно хочу сказать по поводу видео, по поводу того, с чем я столкнулся, что меня сильно удивило в Sony. В частности, я работал также с Lumix, с Gash 4, но как-то там я не заметил настолько сильно это. Очень круто работает автофокус. Я долгое время снимал на 3-ти пятак, как вы понимаете, там нет автофокуса, там ты все крутишь руками, ты учишься фокус-пуллить или ты пытаешься использовать какого-то человека в роли фокус-пуллера дополнительного. Ну, в общем, это достаточно большая и серьезная тяжелая работа. С точки зрения Sony я удивился реально, насколько это просто, потому что даже какие-то проходки, даже проходки с наездом на человека, со стедиканом или еще с чем-то, действительно встроенный автофокус работает очень четко. У меня он работает достаточно хорошо даже в темноте. То есть был момент, когда мы снимали, у нас был кусок небольшого документального фильма про человека, он вел машину ночную, мы использовали только натуральный свет, без какого-либо дополнительного освещения в кабине. Камера отлично ловила фокус, отлично цепляла. То есть у меня вообще был переворот сознания в этот день, потому что это был первый день, когда я все-таки взял эту автофокусную лицу и серьезно с ней начал работать. Ну и в общем-то удивились все вокруг, люди тоже с хорошим достаточно кинематографическим прошлым, которые привыкли опять же к фокус-пуллеру, к большой съемочной группе, потому что реально это уменьшает съемочную группу одного человека как минимум. То есть можно минимизировать, минимизировать и делать более легкий продакшн, что хорошо, как по мне. Следующий я планирую взять 16-35, тоже автофокусный, тоже CS, потому что в принципе мне нравится то, что он делает, и мне хочется чуть более все-таки широкой линзы, тоже с возможностью Арио. И второй важный момент, вот с чем столкнулся в видео, очень круто отрабатывает встроенный стабилизатор. Многие кадры, которые я раньше снимал с Рига, теперь в принципе можно снимать без Рига, потому что реально с 50-пяткой хорошо пашет, с полтосом мануальным, если ты устанавливаешь, объясняешь камере, что там внутри, ставишь 50 мм, не понимая, когда мануальный объектив присоединяешь, если не установишь правильное фокусное, не будет работать адекватно стабилизатор. Ну то есть ручные какие-то кадры намного легче стало делать. Конечно, никто не отменяет нормальные средства стабилизации, там и GlideTrack, и Steadicam, и электронные Steadicam. Но в целом вот существенно вот эта вот трясучка при такой вот ручной полудокументальной съемке, она ушла. В общем-то, на мой взгляд, я бы уже сильно задумался брать монопод с этой камеры или не брать. Если надо ввести за кем-то, надо набрать. Но в целом. Вот. Что еще? С точки зрения диапазона, ну, мне нравится эта камера. Я вообще, в принципе, почему я начал отказываться от Canon, почему я начал думать о том, что... Вот почему попробовал беззеркалку? Ну, мне очень не хватало какой-то вот диапазона и ощущения, вот знаете, правильной цветопередачи, которую я постоянно имею, когда работаю с пленкой, но я абсолютно не имел, когда работал с цифрой. И первой ласточкой была 7S, она была действительно прекрасна, но 12 мегапикселей было очень мало для работы с печатью, для работы с афишами, для работы с полиграфией. Это чистая камера, конечно, для видеооператоров. Но я по-прежнему считаю, что это одна из лучших камер, даже первая S, не говоря про вторую, для того, чтобы снимать видео. В ситуации с Blackmagic, допустим, я бы выбрал скорее S, потому что она проще и удобнее в работе, и для какого-то начинающего, допустим, оператора, для того, кто занимается, опять же, легким продакшеном на ходу, на ногах, она, как по мне, она прикольнее. Что еще хочется добавить? Потом, соответственно, уже появилась 7R2, и эта камера, которая, я думаю, что будет у меня где-то года 2 или 3, потому что действительно это прям мощный комбайн, я им очень доволен. Единственное, для кого он не подойдет, скажу честно, он не подойдет для каких-то яростных, таких, знаете, спортивных репортажников, на мой взгляд, потому что все-таки скорость вот именно взаимной реакции камеры объектива чуть ниже, чем у современных каких-то там D4X, там никогда, или там единичек Canon. Ну, об этом стоит сказать, потому что идеальных камер не бывает. Вот. Что еще хочется добавить, что очень нравится работа с вот этими вот цифровыми камерами в условиях недостаточной освещенности, потому что там, где пленка от меня уже начинает требовать достаточно серьезного дополнительного света в кого-то, цифра продолжает вывозить. Я не знаю, опять же, насколько вы знакомы с украинской, скажем так, музыкальной сценой, ну, вот есть такой исполнитель, его зовут Манекен, Евгений Филатов. Он работает на том же проекте, что и Джамала, и Онука, и он пишет музыку и тем и другим. Очень крутой парень, очень талантливый. И вот мы снимали в вечернее время, опять же, для проекта, буквально пару картинок покажу, потому что, на мой взгляд, камера выдала тоже очень достойный результат. Там, где раньше мне приходилось, опять же, работать с максимальным количеством дополнительного света, тут мы просто выехали и снимали с доступным светом на локации. Мы снимали на почтовую набережную. Использовали отраженный свет от зданий, от обычных фонарей и всего остального. Камера выдала, как мне кажется, очень хорошие диапазоны. Проектор чуть желтую картинку делает, но в оригинале она такая очень ровная подсветная. И с точки зрения именно изображения финального, я был очень доволен. Кэнон мне давал бы в этой ситуации очень много зелени, очень много желтизны, с которой приходилось очень долго бороться, и в итоге мне хотелось просто плюнуть, если честно. И ничего не было. Так, просто светло от смех фонариф. Тут с левой стороны находится здание, вот это новое здание, обновленное здание речного вокзала. На нем есть такие горизонтальные лампы дневного света, и они дают хороший, отбитый, ну, по сути, отраженный свет, и все. Так что, так что вот, как-то так. Ну, ребят, я много чего могу говорить, на самом деле, да, но я реально не понимаю, что именно вам интересно, потому что я вижу, что здесь много технарей, и людей, которые любят железки и все остальное, да. Я, конечно, в меньшей степени про железки. Я очень стараюсь вам что-то рассказывать, да, но я больше про съемку, про подготовку, про то, как это все дело происходит. Поэтому, если вам хочется, мы можем с вами пообщаться сейчас в режиме вопрос-ответ. Я не уверен, что я вам отвечу, например, там, чем отличается там 8-битный раф от 16-битного, потому что я еще не подшил камеру и с ним не работал. Но на какие-то более жизненные человеческие истории я вам постараюсь дать ответ. Так что... Да, хорошо. Про преподакшн. Значит, первое и основное у меня занимает скаутинг-локации. Я нахожусь в постоянном поиске, постоянно изучаю любые сайты а-ля интересники, интересная Украина. Именно таким образом, допустим, я там для себя нашел несколько уникальных мест, в которые я поеду на съемки, вот уже весной 2016-го, в частности, у нас планируется очень интересная съемка с одними музыкантами, хорошими украинскими, в Актовском каньоне. Знаете такое место? Актовский каньон. Очень крутое место, очень похоже на Америку. То есть там прям реально такие офигенные камни, офигенные скалы. Запишите, просто потом посмотрите. Там очень красиво. Это не на Тернополе? По-моему, да, где-то в той стороне. Очень красивое место. Потом там тоже вот с Андреем Запорожцем с пятницей, санкции. Мы поедем в Карпаты весной, будем снимать там небольшое видео, хочется снимать в горах, прям вот в звездное ночное небо такое, при этом, чтобы костер рядом горел. Там мы будем брать оператора с CMS для того, чтобы хорошо снимать low light. Так вот, в общем, соответственно, первое основное, это, конечно, скаутинг локации. Когда ты оказываешься на локации, когда я оказываюсь на локации, я всегда стремлюсь разложить ее по съемочным точкам. То есть на локации выбираю конкретные места, где мы работаем, которые меня устраивают по перспективе, по пространству. Я примерно определяю для себя глубину резкости, с которой я буду работать, площадь, которую будет занимать человек в кадре. Делаю какие-то сэмпловые кадры, либо на телефон, либо на камеру. Если проект серьезный, то я буду действительно на камеру с тем же фокусом, чтобы хорошо понимать, как все действительно будет выглядеть. И, конечно же, репетирую световые условия. Для каждой съемочной точки на локации есть определенные световые нюансы. Есть места с достаточно широким, свободным светом, вы знаете, а бывают места с очень узким светом. Это может быть один луч солнца через листку, или это может быть луч солнца, отраженный от какого-то водоема, да, и блики, которые бросаются снизу. Безусловно, можно перенести тазик с водой и это имитировать, но как бы тебе для этого нужно иметь тазик с водой. То есть ты должен понимать, что ты можешь получить от локации. В целом, я стремлюсь работать максимальное количество времени с естественным светом и с какими-то модификаторами, то есть отражателями, рассеивателями. Только во второй и в третью очередь я буду брать какой-то дополнительный свет. Хотя, опять же, в последнее время все стало чуть легче, и, ну, я не знаю, как вы, я не очень люблю обычные светодиодные панели. Мне кажется, что они дают достаточно мертвый свет. Мне ближе, скорее, флошки или какие-то галогеновые лампы, да, кинолампы типа Арии или что-то более дешевое. Соответственно, это обычно упирается в вопрос генератора. То есть, опять же, съемка превращается в что-то очень гигантское. Но, тем не менее, есть возможность использовать какие-то компактные генераторы. Например, там же самое Лера Мерлен. Я купил в этом году очень прикольный маленький генератор, хороший, обычно бензиновый, на 1 кВт, который хватает, в целом, на один прибор, который занимает, он очень комфортный. То есть, допустим, хотя бы одну лампу, ты уже можешь запитать иногда одной лампой, плюс каких-то отражающих поверхностей более чем достаточно. А и комарка этого генератора? Я, честно говоря, не помню, но он, по-моему, до сих пор там есть прям при входе, вот Лера Мерлен, заходишь, и они там вот так акционные такие стояли. Они стоили, ну, меньше, по-моему, 3000 гривен, 2 или что-то такое, ну, то есть, вообще, неплохо. И он до сих пор работает, что тоже важно. Он не очень шумный, поскольку он не очень шумный. В принципе, его можно унести на достаточно большое расстояние, да, и унести его, как вы, возможно, знаете, в акустическую яму какую-то найти, да, из деревьев, или нам на склон поставить, чтобы звук отбивался в другую сторону. Но, конечно, то, что вписать синхрон, ну, будет сложно. Это понятно. То есть, конечно, когда вы работаете за генераторами, это нужно оттаскивать метров на 50, на 70, в лучшем случае. Сергей, то есть, когда неинтересный свет, вы предпочитаете использовать киношный, грубо говоря, создать этот интересный свет, чтобы он выглядел живым, да? Да, потому что светодиодные панели, нужно очень с ними постараться, на мой взгляд, чтобы сделать их живыми. Они дают, они хороши для документальной съемки иногда, да, они хороши, чтобы бросить контровой, но чтобы нарисовать хороший рисующий, на мой взгляд, они подходят минимально. Нужно использовать какие-то дополнительные спейсболы, какие-то дополнительные ткани, да, хорошие, рассеивающие. То есть, в принципе, превращать его в нормальный киноприбор, это значит вешать куда-то и оборачивать большим количеством каких-то рассеивателей и желать на еще какой-то направляющий рефлектор, потому что шторок, это бывает просто мало. Мне очень нравится свет. До всех этих событий, да, это было достаточно легко и просто. В Москве ребята делали хороший цвет Red Devil. Это аналог кинофлот бюджетный. Я не знаю, может, что-то сталкивался. Ну, может быть, кто-то у нас начнет делать, я очень на это надеюсь. Red Devil, ну, красный дьявол, да, да. По-моему, там 500 баксов стоила лампа, ну, и она реально хорошо, нормально светит, потому что она не сильно отличается от кинофлот. Вот, второй важный пункт при продакшене, это подготовка деталей кадра, то есть образ человека, его одежда, прическа, цветовое решение. Я всегда стараюсь хотя бы минимально работать с цветом и стилем местности, потому что, как вы знаете того, что человек одет, определяет то, как он будет восприниматься в кадре. Поэтому, конечно же, нельзя позволить человеку ходить в тренингах и в кроссовках, ну, точнее, можно, только если он спортсмен. И то, в общем-то, лучше как-то модифицировать картинку и думать о том, как все это дело выглядит. Поэтому у меня есть отдельные, подготовленные всегда заранее к съемке референсы по одежде. Я сотрудничаю со стилистами. Если нет стилиста, то я самостоятельно вместе с человеком выбираю, что-то подбираю. Мы можем вместе поехать, допустим, в какой-то магазин там, да, и там выбрать там. Или я оправляю его, он мне скидывает картинки того, что он там нашел. Мы выбираем что-то. Потому что это очень-очень важно. Ну, третий момент, как я сказал, это подготовка непосредственно самого человека к съемке. Я объясняю, примерно, как мы будем работать. Я объясняю специфику моей работы, что я оставляю достаточно много свободы в кадре, что у него есть возможность жить и что я хочу, чтобы он жил. И что у него есть возможность соавторствовать вместе со мной, то есть предлагать свои варианты, я буду к ним прислушиваться. И в этой ситуации, в принципе, почти все люди начинают как-то расслабляться, потому что они понимают, что это уже не процесс, где тебя постоянно пинают и что-то заставляют. А это какое-то интересное совместное дело. То есть в целом я стремлюсь и творческих своих моделей, и клиентов включать в процесс, чтобы они осознавали важность этого процесса, чтобы они осознавали собственную ответственность. Потому что в этой ситуации как-то, на мой взгляд, люди намного лучше работают и участвуют, и как минимум уже перестают мешать. Как-то так. Отдельно хочется сказать еще одну вещь по коммерческой организации вопроса. Я знаю, что многие люди сейчас на меня, возможно, начнут кидаться помидорами и чем-то таким, да, но мое мнение, что профессионал – это тот человек, который умеет от чего-то отказываться. Поэтому, с моей точки зрения, для себя я решил, что от каких-то проектов, которые я четко абсолютно не могу сделать хорошо или которые не вызывают у меня какое-то определенное правильное ощущение, что надо над ним работать, я отказываюсь. Это ведет к тому, что я теряю деньги, но это ведет и к к тому, что я работаю только с тем, что мне действительно нравится. Это сложно, но я думаю, что каждый из вас хотя бы раз в жизни об этом думал. Ну, это вам решать, конечно же, как всегда. Но мое мнение такое, что профессионал – это не тот человек, который снимает за 1000 евро рекламу, а вечером за 200 евро корпоратив. Профессионал – это тот, кто снимает за 1000 евро рекламу, а потом едет и собирает снимки, на мой взгляд. Соответственно, с этой точки зрения я сформировал определенную какую-то сферу деятельности, которой я занимаюсь, и сделал максимальный упор, максимальный фокус на нее, на то, чтобы разработать конкретно эту нишу, например, портретной фотографии, потому что это достаточно малораспространенная штука в Украине. И если я, допустим, год назад сказал вам, знаете, ребята, что-то портретная фотография очень мало кому нужна, то сейчас я могу сказать, что нет, она реально нужна, и, допустим, на данный момент я вышел на сотрудничество с несколькими агентствами, и портретные проекты идут один за другим. Оказывается, все это нужно, просто нужно было еще немножко поднажать и дойти до уровня взаимодействия с этими агентствами. Поэтому финальная мысль того, чего я хочу сказать в этой ситуации – очень важно помнить о том, что именно творческие проекты приводят к коммерческим проектам хорошим. Есть заблуждение, что нужно работать только за деньги. Да, и вот только работая за деньги, ты заработаешь деньги. Это действительно так, но по моей практике и по моему общению с другими людьми, которые лучше меня снимают и больше меня снимают и говорят на другом языке, в основном на английском, я вижу, что именно творческие работы, хорошие творческие работы приводят к тому, что людей замечают, людьми начинают интересоваться, и к людям приходят интересные большие проекты. Так что не забывайте о том, что творчество – это тоже важно, и хотя бы, не знаю, раз в месяц делайте что-то красивое для себя, либо красивые видео, либо какие-то крутые съемки, да, которые чуть потребуют вашего времени, ваших денег, возможно, но которые самим вам дадут какой-то свежий воздух в вашей работе, потому что я думаю, вы все согласитесь со мной, что мы очень часто передавливаем на самих себя и начинаем выгорать эмоционально. А мы занимаемся творческой работой, это наша любимая работа. Будет здорово, если она все-таки будет приносить нам радость и счастье, а не усталость. Я готов отвечать на вопросы, если они есть. Вы говорили о фокус-фитинге на открытой диафрагме, на закрытой диафрагме. Но он все равно важен, потому что… Я просто пробовал им пользоваться на закрытой диафрагме, мне что-то там показалось не совсем понятно, где фокус, оно тупо все в фокусе. Я понял, о чем вы говорите. Во-первых, в этой ситуации стоит поставить зону выделения резкости не сильную, а слабую. Во-вторых, есть все-таки такая еще штука, как фокус-магнифайинг, то есть увеличение определенной зоны кадров, чтобы точно подтвердить себе, где фокус. На ширике я пользуюсь еще и фокус-магнифайингом. То есть… А где опции в этом фотоаппарате, да? Ну, в этом они точно есть, даже с мануальной оптикой. В предыдущем поколении, честно говоря, я не очень помню. На 7S я использовал сам Янг 14 миллиметров. И там тоже был моднифайинг. Да, я понял. Почему спрашивают? Просто у меня Блэк, и там, ну, если зверку закрываешь, все, ты не поймешь, где там фокус даже по фокус-питингу. Приходится открывать, ставить фокус, закрывать. Ну, какое? Ну, у Блэка есть свои специфики. Вот одна из причин, почему, допустим, я Блэк люблю по картинке, но редко с ним работаю, потому что я привык очень к фл-фрейму. Вот именно по пространству, да, Блэк, в принципе, все видео на Блэк, они примерно, ну, они вот такие, да, то есть они очень, как на английском языке называется, narrow, да, то есть вот такие вот. А если ты используешь суперширокоугольное что-то, то все равно, так или иначе, у тебя начинаются глобальные проблемы с горизонтом, потому что если ты используешь там какой-то сигму, например, 12-24 или еще что-то такое, да, у тебя все равно, так или иначе, валит либо вниз, либо вверх, тебе нужно использовать практически тот же алгоритм, что с гоупрошкой, то есть выпрямлять потом все это. Тогда начинают страдать какие-то важные геометрические объекты, люди там, еще что-то. Ну, то есть это одна из причин, почему на Блэк я снимаю, ну, буквально два раза мы с ним работали, буквально все. По большей части я очень привык фл-фрейму и, ну, мне нравится больше работать с ним, стараюсь работать с ним. А кто-то еще, ребят, ну, кто-то хотел, хоть думал. Можно еще вопрос по поводу работы с моделью? Не вопрос. Вы очень много времени тратите, я понимаю, на то, чтобы найти контакт. Да, да. Несколько советов, я думаю, вы сталкивались с ситуацией, когда нет этого времени, да, вам нужно фотографировать. Я понял. Смотрите, самое важное, мне кажется, вот это будет банально звучать, но это правда, самое важное в нашей работе – это любить людей. Вот как ни крути. И если хороший фотограф, но он не любит людей, то у него получаются техничные, классные, но весьма ровные картинки, спокойные. Эти картинки, ну, они не вызывают желания пересматривать их второй раз. Поэтому, в целом, конечно, это сложное умение. Я начал этому учиться, когда работал 8 лет назад в обычной коммерческой фотостудии, куда приходили люди получить там пару картинок и выйти. Ну, чуть-чуть лучше фото. И я понял самое главное, что очень важно за что-то полюбить человека, найти в нем что-то хорошее, постараться разглядеть, абстрагироваться, насколько это возможно, все там, что тебе не нравится и найти что-то, что вызывает у тебя в нем какую-то симпатию. Это, наверное, самое-самое главное. Потому что люди очень разные. И если ты говоришь о том, что у тебя нет времени общаться заранее, то это значит, что, скорее всего, у тебя клиенты, они плавают. Иногда это твои люди, иногда не твои. Но ты все равно с ними работаешь. Ситуация с не твоими людьми абсолютно то же самое. Это еще сложнее, но тебе все равно нужно попытаться понять, что есть хорошего в этом человеке, на чем сделать акцент. Другой важный момент, что даже если ты не можешь с ними пообщаться заранее живьем, старайся общаться хотя бы онлайн. Никто не отменял скайп, например. Потому что если ты хотя бы один раз увидишься с человеком, то на съемке во второй раз, уже с ним увидевшись, ты с ним работаешь по-другому. Потому что когда ты видишься первый раз, ты тратишь полсъемки на то, чтобы как-то найти контакт с человеком. Поэтому скайп – это тоже отличный вариант. Объясни, что это важно. И еще что я хочу сказать по этому поводу. Для фотографа и для оператора, на мой взгляд, очень важно быть общительным человеком. Нужно быть открытым, нужно быть готовым к контакту. И в принципе именно ты предлагаешь свою открытость. И ты ждешь, что человек откроется тебе. Потому что обычно все люди сами по себе не открываются. Они открываются, глядя на то, как ты общаешься. Насколько ты с ними дружелюбен. Насколько ты заботишься о моих хорошем состоянии на съемке. Глядя на это, на все. И поэтому, когда я говорю про работу с моделью, я говорю, что в первую очередь проще работать с собой, чем каждый раз пытаться подпилить напильником конкретного человека. Ну и под конец могу вот в этом аспекте сказать, что мне кажется, что очень здорово влияет на человека занятие актерским мастерством. То есть фотограф и оператор, который общается с людьми, он так или иначе должен быть артистом. И он должен учиться выражать свои эмоции, выражать свои чувства, объяснять людям, что он хочет от них в кадре. И это самое близкое, что к этому есть, ребята, это реально актерское мастерство. Если вы испытываете какие-то определенные, ну вот вы чувствуете, что вам сложно общаться с людьми, то ходите два месяца в своем городе на любые курсы актерского мастерства. Поработайте в маленьких вот самодеятельных спектаклях. Серьезно. Может, какое-то небольшое питание. Могите кого-то напорвать? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Извините, я не очень хорошо слышал. Смотрите, пожалуйста, еще раз. Слушайте, пожалуйста, можете продемонстрировать свои навыки, а в тех, кто может быть. А ты бы хотел, чтобы я прочитал тебе стихотворение сейчас? Нет, почему? Я могу. Ты понимаешь, тут дело же не в каком-то конкретном, определенном. Ну, я тебе могу сказать, что если мы говорим про актерское мастерство, то, к примеру, лучше, чтобы твой голос был более глубоким. И ты говорил не верхней частью регистра, а диафрагмой. Потому что, когда ты говоришь с человеком диафрагмой, твоя вибрация и твои ощущения предаются человеку. Ну, маленький тебе пример постсоциальной речи, к примеру, да. Понимаешь, что это важная экспрессия. То есть, очень большие проблемы у фотографов зачастую возникают из-за собственной закрытости, да. И от собственного, ну, как бы, определенной какой-то неуверенности, боязни и нежелания, да, открываться и доверять человеку, который находится перед тобой. Я говорю о том, что актерское мастерство открывает, в принципе, людей на взаимодействие. И открывает на какую-то определенную экспрессию. То есть, я тут могу, конечно, кинуться микрофоном, там, знаешь, что-то такое сейчас такое, да. Но тут важно просто понимать, что то, о чем я говорю, сцена, в частности, да. Вот у меня три года было на моей учебе, когда я учился, актерское мастерство. Она готовит тебя к тому, чтобы взаимодействовать с людьми. Вот о чем речь. Понимаешь, не о том, насколько ты круто сейчас изобразишь в кадре страсть, чтобы человек понял, что можно изобразить страсть, да. Насколько ты, в принципе, пластичен в эмоциональном смысле и насколько ты готов к взаимодействию с ним. Так. Я объясню одну вещь, что я работаю на съемке не с образом. То есть, я не объясняю человеку, что сейчас ты должен себя представить маленькой вьетнамской девочкой, бегущей под дождем из-за льня с маленьким ручным котенком на руках. Вокруг гибнет весь мир, но она бежит, потому что она знает, что она может спастись. Да? Это будет странно. Поэтому я работаю в том настроении сейчас, которое есть на съемке сейчас. Если человеку грустно, значит, я снимаю его в грустном состоянии. или стремлюсь, общаясь с ним, вывести на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!